В Соктовкарском микрорайоне Сосновая Поляна в тестовом режиме запустит еще одну точку сбора вторичного сырья. Инициаторами открытия эко-пункта стали местные жители, точнее жительницы. Но от неравнодушных эко-активисток всего за один год смог реализовать большой проект. Кто помогал, а кто мешал, узнала Виктория Палкина. Здесь будут у нас какие-то таблички. Развесить биг-беги и задействовать каждый сантиметр в обустройстве эко-пункта. Сегодня кипит работа внутри старой трансформаторной станции. Именно здесь для пятитысячного микрорайона эко-активисты и готовят первую площадку по сбору вторичного сырья. Говорят, открыться хотели еще летом, чтобы у людей было время выработать новую полезную привычку. Помещение неотапливаемое, чтобы людей научить сортировке именно в летнее время. Здесь больше времени проводить, чтобы они понимали по фракциям, что куда рассортировать. А зимой уже просто в биг-беги скидывать уже отсортированное дома, чтобы они дома уже умели это все делать. Идейный вдохновитель этого эко-проекта Александра Гаджиева. Именно она стала инициатором первых акций по сбору вторичного сырья. Уже позже к ней присоединилась Марина Петракова. Почти год эко-активисты устраивали мобильные пункты на остановках своего микрорайона. Принимали пластик, макулатуру и уже сами отвозили в крупные эко-пункты. Потом загорелись идеи открыть свой эко-дом. К вопросу подключилась Сыктывкарская мэрия и региональная Минприроды. Мы собрались на совещании и сказали о том, что нам в настоящее время необходима площадка. Было предложено несколько вариантов. Сотрудники были готовы, буквально через три дня сотрудники администрации вместе с общественниками выехали на площадку и посмотрели те возможные варианты. И уже в течение месяца мы оформляли документы. Старая трансформаторная станция прямо на въезде в Сосновую поляну подошла по всем показателям. Уже в феврале 22-го ее передали эко-активистам. Дальше был большой фронт работы по благоустройству будущего эко-пункта. Мы еле открыли эти двери. Мы не могли открыть замок. Долго искали ключи. Нашли ключи, открыли эту дверь. Вот так вот, на такое расстояние. Заглянули с фонариками. И думали, как же мы это все уберем. Соседи помогают. Кто руками, кто деньгами. В открытии эко-пункта сегодня заинтересованы многие. В микрорайоне нет ни одной контейнерной площадки. Лишь в двух местах стоят бункеры, которые не придают лоска Сосновой поляне. Жители нашей Сосновой поляне, я так называю, мне очень нравится, это люди земли. И название такое у нас, и то, что мы частное домовладение, образ жизни. И мусора, как такового, может вообще не быть, если к нему осознанно подходить. То есть вся органика у нас идет на огороды. А если уметь сортировать, мы можем все сдавать в переработку. А еще эко-активисты разработали проект по внешнему благоустройству новой площадки. Но это уже вопрос следующего года. Разукрасить стены осенью 22-го не получится. Но на сроки открытия это не повлияет. Первую партию вторичного сырья здесь хотят собрать уже через месяц. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрген.